Добрый день! Меня зовут Карпова Елена Анатольевна. Я преподаю рисунок и живопись на курсах на Большой Татарской. Сегодня мы с вами будем писать натюрморт в технике гуаши. Почему мы решили остановиться именно на этой технике? С одной стороны, гуашь хорошо известна всем с самого детства. Гуашью с удовольствием мазюкают дети с самых малых лет. Во многих изостудиях и художественных школах детей начинают учить именно с гуаши. Но с другой стороны, это такой хитрый материал, который имеет свои особенности и отличается от масла или от акварели. То, с чем столкнулись наши студенты в процессе обучения и работы с гуашью, то, о чем иногда у нас возникают дискуссии среди коллег, гуашь, к сожалению, в отличие от масла, например, при высыхании сильно разбеливается. И поэтому многие художники не очень ее любят. И даже утверждают, что ею нельзя получить такой яркий и насыщенный цвет, как, например, когда пишут маслом или акрилом. На самом деле, если учитывать некоторые нюансы работы с этим материалом, то можно вполне добиться яркого и насыщенного цвета. Давайте приступим. Сперва давайте проанализируем нашу постановку. Постановка несложная, простая всего. Из двух крупных предметов и в окружении пяти мелких фруктов. На фоне теплых драпировок. Желтых и красновато-оранжевых оттенков. Несмотря на то, что весь натюрморт решен, поставлен в теплой цветовой гамме, все равно здесь присутствует цвет акцент. Темно-синий фиолетовый кувшин, который является контрастным ко всем остальным теплым предметам. И даже несмотря на то, что на переднем плане лежит драпировка с зелеными и фиолетовыми полосами, тем не менее, и эта драпировка может быть решена в более теплой цветовой гамме. И зеленый оттенок цвета, мы видим, можно написать через коричневатые оттенки. И фиолетово-коричневый вот этот вот цвет тоже может быть теплым. А также рефлексы, разнообразные многочисленные рефлексы и отражения в поверхности вот этого блестящего синего кувшина, они тоже теплые. И поэтому, несмотря на то, что вот этот вот кувшин, он контрастирует со всем остальным окружением, он все равно погружается в среду этого натюрморта. Так что, учитывая особенности этой постановки, давайте приступим. Для работы над натюрмортом нам понадобится лист ватмана. Тот, кто любит, может натянуть его на планшет. Тогда это не даст бумаге коробиться во время процесса живописи. То есть, кто не любит натягивать бумагу на планшет, можно просто приколоть ее к обычному мольбету хлопушки. Нам понадобятся карандаши и эластики для того, чтобы выполнить предварительный рисунок натюрморта. Нам понадобится набор гуашевых красок. Не меньше 12 цветов. Лучше, конечно, гуашевые краски мастер-класс. На самом деле, производителей гуашевых красок достаточно много. Есть гуашевые краски гамовские. Они как раз разбеливаются очень сильно при высыхании. А вот недавно мы со студентами обнаружили, что гуашевые краски санет как раз вовсе даже не разбеливаются. А даже наоборот, темнеют при высыхании. Видимо, в них много синтетического пигмента. Кроме красок, нам, конечно, понадобятся кисти. Тут каждый выбирает для себя сам, какие кисти он любит больше. Кто-то предпочитает щетинные кисти, кто-то любит больше синтетику. Еще хорошо для живописи гуашевую использовать колонок. Они, правда, стоят недешево. Но колонковые тонкие кисти для прописывания мелких деталей очень даже полезны. Кроме того, нам понадобится палитра для разведения красок, банка с водой и тряпочка, чтобы промокать кисти. Субтитры подогнал «Симон» Первоначально мы выполняем предварительный рисунок матюрморта карандашом. Для начинающих художников лучше выполнить этот рисунок очень тщательно, с соблюдением всех правил построения, задавая общие пропорции предметов, нанося дополнительные линии построения, линии осей, эллипсы, чтобы ваш рисунок получился более правильным. Для тех, кто уже имеет достаточного опыта работы, достаточно сделать общий набросок размеров, пропорций предметов, их расположения на листе. И затем в процессе живописи вы выправите какие-то неточности уже красками и кистями. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 будем сильно старательно его вырисовывать он может очень много взять от себя на себя и отвлечь от основных предметов поэтому мы все время будем учитывать что он принадлежит драпировки он более менее сближен с ней по тону не некоторую сложности для нас будет представлять орнамент на переднем плане на поверхности стола потому что он будет находиться в ракурсе так мы его и будем рисовать и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал! 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 На самом последнем этапе работы, когда уже все подробности выписаны, все детали изображены, наступает самый ответственный момент. Это этап изображение бликов. Многие начинающие живописцы очень любят изображать все блики, которые попадают в их поле зрения. Особенно это странно. Такое изображены выглядят, когда они выглядят, когда они выглядят, когда выглядят, когда в нутерморте несколько источников освещения. На самом деле, досконально изображать все блики совершенно не важно. Чтобы передать ощущение бокового или направленного источника света, достаточно изобразить только несколько самых основных бликов. Для этого надо как следует прищуриться и посмотреть, какие же блики остаются нам видны достаточно ярко. Вот они и будут нами изображаться. А все остальные блики мы игнорируем. Иначе ваша работа получится очень пестрой. Вот и закончился наш урок живописи гуашью. Мы написали натюрморт. Как видите, он получился достаточно ярким. Но это не случайность, это не единичный случай. То, что я говорила о том, что гуашь вполне, даже несмотря на свою склонность к разбеливанию, при высыхании, все равно дает возможность создавать довольно яркие работы. Вот еще два других натюрморта выполнены гуашью. Как мы видим, они тоже очень яркие, насыщенные, звонкие по цвету. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!